Приветствую, друзья! Это видео будет посвящено тому, как Турция и Эрдоган просто поглумился над всей Европой. Потому что то, что он сделал с так называемыми европейскими ценностями, ну это просто, знаете, ну нельзя это характеризовать сензурными словами. Потому что все-таки давайте разбираться, каким образом Финляндия и Швеция попадет в НАТО. Как оказалось, когда собрались Соединенные Штаты, Финляндию и Швецию все-таки уже оформить официально в НАТО, потому что в НАТО они были и так, и до этого, только вот по документам их все не проводили для того, чтобы не злить Российскую Федерацию прежде времени. И здесь мы должны тоже четко понимать, что когда уже документы оформили, оказывается, Турция и Эрдоган выступил категорически против вступления Финляндию и Швеции в НАТО, пока, собственно, эти европейские страны не выполнят все требования Турции. Но, как известно, у Турции требований к Европе было очень и очень много и очень серьезных, потому что по факту и Финляндия, и Швеция блокировали поставки в Турцию различных европейских вооружений, и таким образом ослабляли ВПК Турции. И это первое, а второе, это, конечно, и Швеция, и Финляндия, они просто покрывали курдов, которые, конечно, на территории Швеции и Финляндии просто массово себе нашли убежище. Как известно, конфликт между курдами и Турцией, он очень давний и очень кровавый, и тем не менее, мы тоже должны понимать, что рабочая партия Курдистана и много других организаций курдов, конечно, Турция их воспринимает исключительно как угроза своей национальной безопасности, а вот в Европе их воспринимают как те организации, которые борются за свои идеалы. Европа очень часто и очень много гордилась тем, что они, несмотря ни на что, все-таки защищают свои так называемые европейские ценности и так далее. Но вот недавно уже состоялся саммит, на котором и Турция, и Финляндия, и Швеция уже пожали руки и заключили меморандум. И на основании этого меморандума теперь уже Турция дает добро, чтобы эти страны попали официально в НАТО. И для того, чтобы понимать, насколько жестко Эрдоган унизил Европу, мы просто почитаем пункты этого так называемого меморандума. Канцелярия Турции и Эрдогана сообщила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать курдов. Вот так вот, а недавно еще заявляли, что ни в коем случае Европа не подастся на шантаж Эрдогана, что Европа будет отстаивать и защищать свои европейские ценности, ну и прочие там кукарикулы и так далее. Финляндия и Швеция полностью поддерживают Турцию в борьбе с угрозами ее национальной безопасности. В связи с этим Финляндия и Швеция не будут оказывать поддержку отрядам народной самообороны курдов и партий сирийских курдов Демократический Союз. Вот оно что, оказывается и не было никаких европейских ценностей, был просто коммерческий расчет, потому что выгодно было курдам давать иллюзию того, что Европа с ними, потому что руками курдов Европа и Соединенные Штаты Америки боролась с Асадом в Сирии и, конечно, их все устраивало, и базы американские на сирийской земле тоже устраивали, и курды в этом помогали и Соединенным Штатам, и Европе. А теперь получается, когда Европа поняла вот эти несколько стран, Швеция и Финляндия, что все-таки пора Турцию сливать, потому что нас из-за этого в НАТО не пустят, то Европа, наплевав на свои же так называемые европейские ценности, просто сделала все, что надо было и Эрдогану. Ну давайте дальше послушаем. Финляндия и Швеция однозначно осуждают все террористические организации, совершающие нападения на Турцию, и выражают свою глубочайшую солидарность с Турцией и семьями жертв. Как говорится, внезапно. Оказывается, раньше такого не было, и вдруг после того, когда Эрдоган просто решил поставить ультиматум, знаете, позиция европейских стран диаметрально противоположно поменялась. Как говорится, о чудо! И если раньше Швеция заявляла, что выдача курда в Турции – это просто невозможно, то сейчас Швеция заявляет диаметрально противоположную историю, изменив свою позицию ровно на 180 градусов. Финляндия и Швеция подтверждают, что рабочая партия Курдистана является запрещенной террористической организацией. В Финляндии и Швеция обязуются предотвращать деятельность РПК и всех других террористических организаций и их ответвлений. А помните, как все-таки сладко пели европейские политики за права человека, за демократию, за какие-то там свои принципы и прочее? И мы видим, что по факту принципов этих, про которые так вот активно и бодро рассказывали, их просто не существует. Что в Европе сейчас, знаете, все политики состоят в таком большом обществе с пониженной социальной ответственностью. Турция, Финляндия и Швеция поддерживают, что в настоящее время между ними нет национальных эмбарго на поставки оружия. Швеция меняет свою национальную нормативно-правовую базу для экспорта вооружений в отношении союзников по НАТО. Подождите, а как же все эти заявления шведских и там прочих финских политиков касательно того, что нет, мы все-таки не будем ни в коем случае поставлять Турции системы вооружения, потому что они не соблюдают права человека, там прочие вот эти все ла-ла-ла. Где же вы все? Куда вы поменялись? Турция, Финляндия и Швеция обязуются создать совместный структурированный механизм диалога и сотрудничества на всех уровнях власти, в том числе между правоохранительными органами и разведывательными органами для укрепления сотрудничества и в борьбе с терроризмом. Я считаю это просто прекрасно, потому что вот эти страны, Швецию и Финляндию, просто заставили даже создавать структуру, которая будет заниматься сдачей курдов, которые находятся на территории Швеции и Финляндии. И это просто, знаете, чистое предательство, вот знаете, чистейшее. Если вы хотите посмотреть, как подыхают остатки европейских ценностей, обратите внимание на это видео, где Эрдоган подписывает вот этот самый меморандум с европейскими политиками. Ну давайте почитаем седьмой пункт этого самого меморандума. Финляндия и Швеция оперативно и тщательно рассмотрят находящиеся на рассмотрении запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме курдов. И если раньше бы Евросоюз пригрозил Турции, что Турция окажется в изоляции, если она все-таки будет блокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции и все-таки будет настаивать на своих требованиях, то теперь получается, что ЕС просто голословно, знаете, пугал Турцию, а Турция не испугалась и, собственно, заставила весь Евросоюз выполнить те условия, которые она поставила. Финляндия и Швеция будут расследовать и пресекать любую деятельность по финансированию и вербовке РПК и всех других террористических организаций, их ответвлений, а также филиалов или вдохновительных групп или сетей. Я не знаю, как это называть цензурно, насколько вот предательство курдов здесь явно выражено, причем сразу во многих пунктах, чтобы, знаете, вообще не было каких-то разночтений касательно тех вот унизительных для Европы процессов в отношении курдов. Но, тем не менее, мы видим, что здесь чистейшее и полное предательство со стороны Европы курдов. Финляндия и Швеция обязуются поддерживать максимально возможное участие Турции и других не входящих в ЕС союзников в существующие будущие инициативы общей политики безопасности и обороны Евросоюза, включая участие Турции в проекте ПСК по военной мобильности. Поэтому можно подытожить, что сотрудничество любое с Европой, то это, конечно, заканчивается практически всегда предательством, если Европе это выгодно. Абсолютно беспринципные, абсолютно неадекватные люди, которые не отвечают за свои слова. Но, тем не менее, мир уже прекрасно понимает, что такое западные страны, поэтому уже и в Азии делают выводы, и во многих других странах Латинской Америки также делают выводы. И если обратить внимание вот на данную табличку, то мы здесь четко видим, что Китай реально за последние годы сделал сумасшедший рывок в то время, когда экономики западных стран, они все попадали. И это говорит о том, что центр принятия решений все-таки уже потихоньку, несмотря на протесты западных стран, он потихоньку перекочует в Пекин. Ну и на Пекине, конечно, тоже все не закончится, потому что ситуация в Украине все равно придет к своему логическому завершению, и другой центр силы также сформируется уже с столицей в Москве. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я выкладываю всегда значительно больше интересной информации, чем на ютубе. Там нет таких ограничений, как здесь. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok